В США, как во всем мире, огромное количество людей потеряли работу, потеряли средства к существованию. Поэтому в этом видео я собрала для вас полезную информацию, где можно подзаработать, и причем такой вид подзаработка, который в будущем может выйти для вас, вашей карьеры. Делюсь тем, чем начали заниматься мы, мои знакомые, те ресурсы, которые я нашла в интернете, и очень надеюсь, что это видео будет полезным. Сейчас идеальный момент, немножечко, скажем, открыть глаза и задуматься, чем вы любите заниматься. Это такой, знаете, shift для всех, когда вы, наконец-таки, можете оставить свою нелюбимую работу и начать, наконец-таки, заниматься то, чем вы любите. На сегодняшний день огромное количество онлайн-проектов, вообще, в принципе, все, что онлайн, набирает обороты, и поэтому большинство деятельностей, профессий или работы, которые я буду рассказывать, она так или иначе связана с онлайн. Особенно классно, когда ты работаешь, допустим, на Америку, живя в России, просто потому что по курсу денег ты будешь получать гораздо больше, тебе придется меньше работать, да, меньше пыхтеть там над какими-то проектами и зарабатывать хорошо для уровня жизни в России. Поэтому для того, чтобы работать на Америку или на какие-то такие развитые страны, вам, конечно же, нужно знать английский. Такая платформа, как Italki, вам предлагает выучить английский и завести его на разговорный этап очень быстро. Почему? Потому что на этой платформе вам предлагаются носители языка. Вы выбираете носители языка по интересам, и вы в удобное для вас время, по удобному для вас тарифу созваниваетесь и занимаетесь, и для вас адаптирован индивидуальный урок. На самом деле, я лично считаю, если у вас нет возможности выезжать в страны языка, на которую вы бы хотели разговаривать, например, на английский, то такая платформа, как Italki, она идеальна. И, кстати, под видео в описании вы найдете ссылку на бесплатное пробное занятие. Но сейчас я вам порекомендую некоторые профессии, которые вы можете осваивать, или, во всяком случае, может быть не профессия, а платформы, где можно начинать зарабатывать деньги и развивать ваши интересы, погружаться более глубоко. Первая платформа для тех людей, которые очень любят писать. Это называется платформа Medium. Все ссылочки я оставлю в описании. Кстати, на эту платформу рассказала про эту платформу мне мой муж, так как он начал активно в ней вести свою деятельность. Medium, по сути дела, это платформа для писателей. И как YouTube, например, платформа для создания видео, то же самое Medium, это платформа для написания текстов. В принципе, технически она выполняет такую же функцию, то есть за ваши клики, за прочтение, как долго находится на вашей странице, вам платят деньги. Плюс, с вами связываются, вас видят, узнают со временем, вы строите свой личный бренд, и со временем к вам могут обратиться большие издательства, такие как New York Times, Forbes и так далее. То есть все такие большие издательства, они очень сильно постоянно заинтересованы в поиске новых интересных людей. Поэтому это прекрасная платформа для тех, кто любит писать, опять-таки на английском языке, так как вы можете там зарабатывать, развиваться, заниматься любимым делом. Следующие такие две платформы, они более универсальны, Upwork and Fever. Это две разные платформы, но суть у них примерно одна и та же. Там вы размещаете свой профайл, как фрилансера, на любую сфере, в которой вы являетесь компетентным. Например, когда я занималась проектом по одежде, я искала дизайнера для одежды нижнего белья, и тогда я как работодатель туда ставила, размещала свой профиль и говорила там, допустим, что я еще такого человека, ко мне люди обращались. Можно было идти по другому пути, можно было просто самой найти и писать лично каждому фрилансеру, который предлагает свои услуги. Там просто огромный, может быть, рейндж для заработка, начиная там, не знаю, от доллара, заканчивая десятками тысяч долларов, в зависимости от того, насколько вы компетентный специалист в той или иной сфере. Но вы всегда можете начать, и нет такого, чего вы не можете научиться. Это всего лишь дело практики, поэтому просто сконцентрируйтесь, подумайте, что вы любите, какую сторону вам бы хотелось развиваться, что вам интересно, потому что, как правило, именно наши интересы двигают развитие, и как раз наши интересы нам помогают на такое мотивация на долгое время, а не что-то вот на сегодня только. Я пользуюсь своими записочками, поэтому смотрю вниз, смотрю дальше, что еще я себе здесь записала. Конечно же, YouTube. YouTube — это прекрасная площадка для зарабатывания денег для существования, да и собственного развития, поэтому, я думаю, есть огромное количество на YouTube видео, где это все рассказывается, не мне это рассказывать вам, вы, скорее всего, это знаете, что здесь на YouTube платят за каждую минуту просмотренного видео за каждую тысячу просмотров. И, кстати, если ваши видео на английском языке, то за количество просмотров вам платят большую сумму, поэтому, конечно, выгоднее делать видео на английском языке, поэтому не забывайте, что английский — это такой ключевой момент, если вы хотите хорошо зарабатывать. Конечно же, на Инстаграме можно зарабатывать, и можно не только рекламой зарабатывать, допустим, на Инстаграме. Конечно, для этого вам понадобится какой-никакой уже иметь и контент, и иметь представление, как это все работает, но также можно, например, зарабатывать affiliated links. Это когда вы являетесь, я даже не знаю, как это по-русски, наверное, аффилиатор так же будет называться, я, честно говоря, не очень знаю, как это на русском называется. Но, в общем, смысл в том, что вы размещаете ссылки на какие-либо продукты и получаете процент, если ваши подписчики покупают тот или иной продукт. Это, конечно, очень труднозатратно, но есть целые блогеры, которые, они живут вот именно с таких продаж. Другое, чем вы можете заниматься, если вам по душе социальные сети, это есть такие специальные компании, которые вы тоже размещаете свою кандидатуру, и там непосредственно с вами связываются различные бренды, которые хотели бы, чтобы вы прорекламировали их продукт. То есть, такие, это компания-посредник, я, например, участвовала в такой компании, которая называется Обверстый, по-моему, так, но, в общем, ссылку я тоже внизу оставлю. Я там один раз оставила, еще давным-давно, год назад, и они мне все время шлют какие-то рекламные проекты, и если мне неинтересно, то я, в общем, там продолжаю подписку, продолжаю там сабмитить, что я, да, я заинтересована, и потом уже жду ответа от компании, если они заинтересованы в моем профиле, то есть, они подтверждают или не подтверждают. Опять-таки, на этом можно зарабатывать на одном посте, там, по 200-300 долларов. С учетом, что у вас там примерно есть 5000 подписчиков на Инстаграме, уже можно точно зарабатывать. Следующие платформы, на которых можно зарабатывать, это те люди, которые интересуются очень фэшн, то есть, какими-то там брендами, и знают, и разбираются в брендах, или хотят обучиться, да, и разбираться в брендах. Вы можете продавать одежду на Poshmark, например, это в Америке, очень известная платформа по перепродаже иногда новых, иногда не новых вещей. И что интересно, у меня был опыт очень такой позитивный, когда я покупала на eBay, просто мне было интересно, как это функционирует какой-то период в моей жизни, я уже чего только не перепробовала, когда здесь сидела с детьми дома, и мне было, хотелось зарабатывать каким-то образом деньги, но выходить я не могла, поэтому все это, практически все, что я вам рассказываю, я сама лично перепробовала. Например, вы можете, если вы разбираетесь в брендах сумок, как правило, нужны какие-то дорогие вещи, тогда и профит будет выше, и больше вы будете зарабатывать, но не забывайте, там же есть риски. Вы покупаете, например, сумку на аукционе, знаете, что это, вы уже умеете отличать, что это сумка действительно этого бренда, вы знаете, как это все анализировать, конечно, и вы знаете, какие сумки пользуются спросом, и как их можно продать. В общем, вы сначала, очень много нужно набраться информации, и потом, когда вы покупаете на ebay сумку, например, на аукционе или еще там просто продаются, то вы можете продать эту сумку на Poshmark. На Poshmark люди более уверенно покупают, например, потому что те же самые сумочки там от Шанеля, они проверяются через специальный authentication process, то есть это когда у них есть целая база экспертов, которые проверяют, действительно ли является эта сумка Шанель, потому что мы знаем все, что есть огромное количество подделок, поэтому Poshmark, любые продукты, которые проданы более чем за 500 долларов, они сами проверяют. Поэтому там вероятность того, что вы купите не настоящую вещь, очень низкая, поэтому многие люди именно предпочитают покупать на Poshmark, чем на ebay. На ebay тоже ввел такую функцию, я не очень не разбиралась, но все же это стоит попробовать на аукционе, продают, покупают, из этого можно делать, даже вот, допустим, продав 2-3-4 сумки в месяц, вы уже спокойно можете заработать там 3000 долларов, в зависимости от каких сумки вы делаете. Например, я купила сумку за 350, помню, на ebay, и продала сумку на Poshmark за 950, понимаете, с одной покупки. Я просто знала, какие сумки люди ищут, и, в общем, я попробовала, мне получилось, хочу ли я этим заниматься, нет, у меня другие интересы, но я делюсь с вами, как такая возможная идея, если бы вы хотели заработать какой-то дополнительный кэш, и вот, может быть, найти себя. Следующая тоже тема, связанная с Инстаграмом, это изучение темы онлайн-маркетинга. Я сейчас прихожу школу Марии Саладар, и я очень большая поклонница ее деятельности, я считаю, что эта маленькая девочка в большом бизнесе делает большой переворот для русского онлайн-бизнеса, вот, и я рекомендую ее программу, это очень интересная школа маркетологов, у нее есть там по созданию команды, в общем, много чего интересного, ссылку на ее сайт я обязательно оставлю на ее на Инстаграм. В общем, что делает она? Она обучает онлайн-маркетологов. Кто такие онлайн-маркетологи? Это люди, которые могут работать из дома, где угодно по всему миру, потому что онлайн-маркетинг на сегодняшний день нужен абсолютно любой компании, которая существует, такие компании миллиарды, поэтому вам всегда, хорошему онлайн-маркетологу всегда найдется место. Да, эти курсы стоят денег, но я более чем уверена, что вы эти деньги можете заработать в первый же месяц своей работы. И да, это не реклама, рекомендую от души. Здесь я, честное слово, просто очень люблю ее деятельность, прочитала все ее книги, курсы. Действительно, девочка очень крутая. Следующее интересное, и вот это я уже никогда не пробовала, но сама нашла, радость для этого видео, искала, какие можно посоветовать вам проекты. Классный, очень классная платформа, которая называется Voices.com. В общем, там делают voiceover, это, знаете, когда озвучка чего-либо. И люди озвучивают своим голосом, в общем, там такой есть сток, в общем, за озвучку чего-либо вам могут платить очень хорошие деньги. Как вариант, если вы в актерское мастерство, вам нравится все, что связано с театром, актером, кинематографом, то вы можете себя попробовать, или, возможно, вы хорошо поете, в общем, тоже там это можно себя попробовать на этой платформе. Я на таком не участвовала, но мне кажется, что людям, которым вот в тему, как бы по интересам, то это будет очень полезная платформа. Также есть крутая платформа, которая называется ProofReadAnywhere. Это значит, что ты выступаешь в роли эксперта какого-либо языка. Например, мы разговариваем с вами на русском, и часто какие-то компании нужно перевести, что-то написать на русском, уже текст написан, но вам нужно просто прочитать этот текст и исправить. Если у вас хорошие русские, то вы можете хорошо составить, и чтобы это звучало как относительные языка. Поэтому, если вы любите вот такую correction, знаете работу, то исправление, вы знаете, как правильно звучит, мне на этой платформе точно ничего не светит, потому что мой русский, несмотря на то, что родной, но такой, всегда был слегка корявеньким, я не знаю, особенно на камеру, мне кажется, это вообще, мне какая-то включается вообще, и все некорректно. Ну, в общем, но я уверена, что у кого-то из вас русский очень хороший, и как писем, так и устный, и поэтому вы можете попробовать себя на этой платформе. Следующая платформа, наверняка вы о ней тоже слышали, это тем, кто любит рукоделие. Вы можете на такой платформе, который называется Etsy, размещать свои рукоделия. Я видела, что огромное количество именно из наших стран, СНГ, размещают там, потому что наши девчонки, какие-то такие большие рукодельницы, они любят шидин, это умеют делать, с красивым таким, с чувством эстетики, красиво все очень, и это пользуется спросом. То, что, допустим, в России, там, вам какой-нибудь рукодельный браслетик будет стоить на продажу 100-200 рублей, то в Америке вы спокойно продадите за 600. Но, опять-таки, вам нужно знать английский, чтобы разместить свой профайл. Следующая тема, это для фотографов, или даже начинающих фотографов, или тем вообще, кто любит и видит, так скажем, вещи, детали, красиво, визуал, то есть есть, это когда вы фотографируете и выставляете свои фотографии на сток. Есть такие разные компании, например, как Canvas, Shutterfly, по-моему, в общем, огромное количество, Get Image, но, в общем, есть огромное количество платформ, где вы можете продавать свои фотографии. Они не должны быть на 100% там супер какие-то профессиональные, ну, конечно, они должны быть хорошие, но вы можете начать с чего-то, вы можете анализировать рынок того труда, и уже со временем у вас улучшится. Вот вкратце я вам рассказала о тех возможностях заработать на сегодняшний день, для кого, может быть, кто-то потерял работу или хочет сменить образ жизни, сменить отрасль работы. Не забывайте, что английский язык это очень важная составляющая в нашем мире, поэтому проходите по ссылке в описании на компанию Italki, где вы можете встретить носителей языка, которые будут именно учитывать ваши интересы, это будет бесплатный первый урок, и да, я надеюсь, что это видео было полезным, не забудьте подписаться на мой канал Ольга Рохос Нью-Йорк-Сити, на мой инстаграм, и мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok